Всем привет! Меня зовут Никита Королев и я рад приветствовать вас в рамках нашего нового бесплатного видеокурса, который называется «Профессиональная служба поддержки для вашего онлайн-бизнеса». Данный курс представлен вашему вниманию интернет-издательством InfoDVD и первым в Рунете сервисом билетных досок SupportDesk. И, как понятно из названия, он адресован прежде всего онлайн-бизнесменам, тем, кто уже что-то продает в онлайне, либо оказывает какие-то услуги, соответственно, имеет клиентов либо потенциальных, либо действительных. Мы поговорим о тех вещах, о которых редко говорят в рамках каких-то обучающих курсов, либо тренингах. И, на мой взгляд, совершенно напрасно игнорируется вопрос создания службы поддержки для собственного бизнеса, потому что это действительно важно. В первом уроке как раз мы поговорим о том, зачем вообще вам нужен профессиональный Support, зачем заморачиваться на эту тему и какие выгоды может принести вашему бизнесу профессионально организованная служба поддержки. Первая вещь, только основные моменты – это дополнительные продажи. Вы не представляете себе, какое количество клиентов вы теряете, если до сих пор не взаимодействуете с ними проактивно. То есть, если вы не оказываете им на должном уровне поддержку, если вы не общаетесь со своими клиентами, либо ваши сотрудники, если клиент не может в любой момент достучаться до вас, то вы теряете огромное количество несовершенных продаж и, соответственно, упущенной прибыли. Никто не говорит о том, что вы должны бегать за клиентами, что вы должны решать все их вопросы, какие бы у них ни возникли. Понятно, что большинство людей, оказавшись на вашем сайте и имея возможность задать вопрос, начнут… Ну, не большинство, но какой-то процент людей начнет, что называется, задалбывать вас совершенным офф-топом, совершенно не теми вопросами, которые вы должны решать, но все равно дополнительные продажи вы будете совершать, если будете активно взаимодействовать с клиентами и оказывать им профессиональную поддержку. Во-вторых, это оперативная обратная связь. Что может быть этой обратной связью? Все, что угодно, начиная от отзывов ваших клиентов, которые вы сможете использовать для рекламы, начиная от критики, которую вы сможете использовать для улучшения и повышения качества ваших услуг или продуктов, партнерские предложения. В общем, обратная связь – это действительно очень важно. Потенциальные клиенты будут вам писать, задавать вопросы, вы будете знать, какие сомнения возникают у них перед тем, как они совершают заказ. Соответственно, вы сможете улучшать качество вашей рекламы. Обратная связь – это очень важно для бизнеса, и вы должны ее собирать и должны ее обрабатывать. Следующий пункт – это новые идеи и предложения о сотрудничестве, партнерстве. Действительно, если у вас хорошо налажена служба поддержки, если с вами легко связаться, то вы сами удивитесь тому, как много желающих за партнерство с вами возникнет, особенно если ваш бизнес действительно честный. Соответственно, это еще одна вещь, которая позволит вам ввести профессиональный саппорт, если у вас до сих пор его нет. Это новые идеи и партнерство. Ну и, наконец, конкурентное преимущество. Ваши конкуренты не обладают той информацией, которую вы получите из данного бесплатного курса, и, соответственно, у вас будет конкурентное преимущество. Резюмируя все это, я хочу сказать, что у вашего бизнеса должно быть правило. Правило, как раз-таки, на котором будет строиться профессиональная служба поддержки. Практически ни одно входящее сообщение не должно оставаться без ответа. Это действительно важно. То есть вы можете игнорировать мизерный процент, какие-то ругательства в ваш адрес, какой-то неадекват, но на самом деле процент вот этого бреда в ваш адрес будет крайне мизерный. Большинство писем, обращений, тикетов, звонков и так далее будут от вменяемых людей. И вот их обращения не должны оставаться без ответа. Если вы будете следовать этому правилу, вот это как раз вывод из всего первого урока, то действительно ваша служба поддержки претендует на то, чтобы называться профессиональной. И вот все те выгоды, которые я вам на предыдущем слайде озвучил, все они будут у вас в бизнесе присутствовать. Вывод из всего видеоролика – это то, что вам крайне нужна, просто необходима, собственная профессиональная служба поддержки для вашего онлайн-бизнеса. О том, как ее технически реализовать и что она из себя может представлять, мы поговорим в следующих уроках данного видеокурса. Сейчас я хотел бы вам продемонстрировать на примере сервиса SAP Pardesk, как может быть реализована как раз-таки служба поддержки. Это просто небольшое превью, чтобы вы себе представляли, сейчас в теоретическом плане, я рассказал, чтобы вы себе в практическом плане представляли, как может быть организовано взаимодействие с клиентами действительно на профессиональном уровне. Смотрим видео. Ну вот мы находимся сейчас в окне браузера, мы в админ панели нашей билетной доски, все показываю на реальных примерах, как она есть. Мы зашли и первым делом видим какие-то билеты, которые отображаются нам в соответствии с заданными нами фильтрами. В данном случае фильтр – это статус, я переключу на любой, и фильтр – это выбранные отделы, я переключу на все отделы. Пока что это просто превью, мы не будем подробно останавливаться на функциональных возможностях, просто чтобы вы себе представляли в первом приближении. Пользователи ваши будут задавать вопросы, используя следующую форму, которая будет размещена на главной странице вашей билетной доски. Вы сможете здесь некоторые поля отредактировать. Кроме этой формы, здесь также будет база частных ответов на вопросы. Тоже об этом поговорим в одном из следующих видео. Пользователь заполняет очень простую лаконичную форму, пишет сюда свой вопрос. Я сейчас нажму кнопку «Предосмотр». И этот вопрос в таком виде поступает в вашу билетную доску. Вы его видите в списке. Вот это вот как раз выпадающим. Что еще могу вам показать? Ну вот, предположим, возьмем какой-нибудь вопрос. Вот, например, рассылки. Что за вопрос? Мы видим здесь текст письма, видим имя человека, задавшего вопрос. А я вижу, что здесь какая-то проблема. Человек не может разобраться, что ему делать с рассылками. В данном случае я хочу поменять просто отдел. Переадресовать из обработки заказов. Человек, видимо, по ошибке сюда отправил письмо в общий вопрос. И пускай служба поддержки разберется, почему у этого человека есть какие-то вопросы. Возвращусь в список билетов. Возьмем еще какой-нибудь билет. Вот, например, вот этот. Здесь мы видим, что пользователь задал вопрос, автор на него ответил. И пользователь ответил, что все хорошо, спасибо большое за помощь. Что делать в таком случае? В таком случае мы просто поменяем статус с открытого на закрытый. То есть билет уже отвечен. И если мы вернемся в список вопросов, мы обнаружим, что он отсюда пропал. Таким образом, все вопросы, которые будут поступать в вашу службу поддержки, они будут добавляться в этот интерактивный список. Вы сможете как администратор, либо как сотрудник билетной доски и очень оперативно управлять этими статусами, переадресовывать их куда надо и так далее. Обо всем об этом поговорим более подробно. Просто вот небольшое превью, чтобы вы видели, что все на самом деле прозрачно, просто. Нужно просто уделить немного времени, чтобы разобраться. И впоследствии это очень сильно будет упрощать вам жизнь. Вот, например, если я в свой аккаунт зайду, мы увидим, что у меня всего лишь один неотвеченный вопрос. Потому что все остальные вопросы уже распределены по другим сотрудникам. И у меня только один вопрос. Соответственно, можете представить себе, какое колоссальное количество времени я экономлю, если в день в нашу службу поддержки поступает не менее нескольких десятков вопросов. Ну что ж, до встречи в следующих видео.